здравствуйте меня зовут ирина шайдова я создаю украшение сегодня хочу показать вам несколько украшений которые я сделала начну я с очень красивого украшения это лабрадор неимоверный сумасшедший ирезации и когда я сделала это украшение вот у меня одна была мысль что это украшение достойно музея потому что настолько нереальной красоты лабрадор посмотрите каждая бусина каждый миллиметр и резирует у меня было подобное украшение но она была почти в два раза мельче но с натуральным камнем с натуральным материалом тем более такого эксклюзивного качества очень сложно сделать два одинаковых украшения в общем хотела сделать примерно такое как было но украшение вышло гораздо крупнее соответственно тяжелее но при этом она очень 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 красивая и так кулон крупный кулон почти 5 сантиметров каплевидный граненый с такой желтой зеленой ирезации и бусины также в основном желто зеленая ирезаться но в некоторых бусинах есть и сине-голубое свечение и это усложняет украшение не делает его таким в одной цветовой гамме носит какое-то разнообразие и также я поддержала вот это сине-голубое свечение если вы посмотрите у меня между вот этими пластинами лабрадора стоят мелкие бусина лазурита очень яркого по цвету то же самое вот если собрать тонкий 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 чокер из этих бусин это будет очень хорошая по качеству украшения и огранка тут хорошая и цветность очень яркий лазурит но в данном случае он является помощником вот этому колье с лабрадором кулон здесь не отстегивается бусины отлично укладываются и стоит застежка на затылке и украшение именно как колье держит форму на вот она вот так вот и укладывается между каждой пластиной и бусиной лазурита здесь стоит позолоченная шапочка то есть здесь две шапочки с другой стороны две шапочки и так между каждой бусиной поэтому такие мелкие нюансы да кажется что все просто на самом деле не просто над каждым моментом продумано все и браслете я не делала такие разделения потому что мне не хотелось чтобы пластины уходили далеко друг от друга чтобы они посмотрите даже обратная сторона лабрадора она вся сияет чтобы они далеко не уходили друг от друга и здесь стоят металлические позолоченные бусины самые мелкие какие только у меня были тоже самое очень хорошо сидит лежит этот браслет я часто разбираю такие браслеты пластинами ставлю какие-то замки которые хорошо подходят по размеру к этому размеру бусин и получаются красивые браслеты и вот такие сережки тоже пластина лабрадора тоже сумасшедшая резация такая что даже камера теряется не знают что ей взять фокус здравствуйте меня зовут ирина шайдова я создаю украшения и сегодня я хочу показать вам несколько украшений которые я делаю начну я с аквамарина это колье короткое колье верхняя нить на 43 сантиметра ряды укладываются друг под другом и аквамарин разделен секторами по оттенкам до от светлого до насыщенного красивого темного аквамарина это кубик 4 миллиметра очень хорошего качества аквамарин кубик полупрозрачный с хорошей цветностью и отличного качества огранка у бусин только с очень хорошей огранкой бусин можно добиться результата когда в украшении лежит бусин как бусинки данном случае ряды закреплены на затылке такая вот застежка которая легко расстегивается и застегивается и еще закреплены вот здесь есть держатели рядов которые держат ряды на шее плотно а книзу ряды расходятся несмотря на то что дальнейшего закрепления нет бусины просчитаны таким образом чтобы ряды лежали один под другим и так же вот эти металлические вставки это металлические бусины вся фурнитура позолоченная вставки где есть это фианит и получается вот такое украшение комплект к этому колье я сделала браслет можно сказать что все то же самое только браслет но здесь уже количество бусин одинаковая и также так как очень хорошего качества огранка бусин бусин как бусинки они одинаковые поэтому ничего лишнего не пришлось мне в данном случае просчитывать конечно легче одинаковое количество бусин собрал и все чем когда ты делаешь вот такое украшение и тебе надо понимать насколько ты хочешь отдалить ряды когда много рядные то это еще сложнее то есть у тебя мало того что одно отдаление должно быть второе должно быть таким же не больше и не меньше для того чтобы красиво смотрелось украшения то есть многорядные украшения они вызывают определенную сложность и иногда кажется что все так просто на самом деле не все так просто несколько раз перебирается украшение несколько раз примеряется украшение для того чтобы все вывести к той форме привести какой бы ты хотел ну и конечно вот смотрите даже вот здесь вот у замочков все бусинки надеты в шапочке здесь тоже каждый фрагмент есть проработан то есть никакой маленький нюанс не остается без внимания важно чтобы украшение было законченным во всех во всех во всех местах также с этим аквамарином я делала просто чокеры на одну нить тоже смотрится красиво но когда есть такая разбивка по цвету многорядное украшение конечно смотрится гораздо эффектнее чем украшение на одну нить но каждое украшение она к определенному случаю поэтому конечно должны быть одни и другие еще я хочу вам показать что я сделала вот такие вот визитки давно все мои заказчики просили ирина вложите что-нибудь чтобы было видно что это именно ваше украшение я сделала вот такие карточки презентационные на дорогой бумаге с тиснением тиснение у меня под золото и под серебро и сзади есть qr-код который должен ввести на мой телеграм когда меня спрашивают где купить украшения я выкладываю украшения в свободную продажу в telegram если у меня есть что выложить но возвращаясь к этим карточкам с qr-кодом это тоже был своего рода эксперимент то агентство которое мне делала эти карточки сказала что так мы никогда не делали не факт что qr-код будет читаться в итоге qr-код читается но с трудом надо долго наводить камеру для того чтобы прочитать поэтому следующую партию таких открыток я заказала уже другую будет немножко все по-другому будет полностью написано вся информация на мои соцсети и qr-код будет черно-белый для того чтобы можно было сразу легко перейти на мой телеграм еще здесь же я хотела бы сказать про браслет на вот когда я делаю браслеты на заказ я прошу чтобы заказчик не померил размер запястья и всегда ему присылаю одну и ту же фотографию что надо померить запястье вот так вот допустим у меня 15 сантиметров запястья не туго но плотно чтобы мне понимать и когда я делаю браслеты у меня есть вот такой планшет где где есть и 14 15 16 20 21 в общем любое запястье какое надо и когда я делаю по этому планшету браслет на 15 сантиметров запястья то браслет выходит примерно на 2 сантиметра больше и когда заказчик не накидывает изначально сантиметр 2 а потом еще я накидываю так как мне надо сделать правильно получается что браслет велик поэтому для тех кто заказывает имейте вот это в виду что надо плотно измерять свое запястье чтобы мастер вам правильно сделал украшение в данном случае мне был заказан на 17 сантиметров браслет и если я его сейчас измерю то он будет длиной 19 сантиметров ну примерно на 2 сантиметра потому что бусинки мелкие если были бусины крупные то еще больше вот эта разница была в сантиметрах хочу показать вам еще один браслет на этот раз это уже крупный браслет размер бусин здесь 10 миллиметров браслет два ряда ряды закреплены в этом месте они расходятся закреплены вот здесь на замке и вот здесь соответственно это тонированные бусины вот это жемчуг сваровский и вот это жемчуг сваровский те кто работает с элементами сваровский знают эту расцветку очень красивый шикарный жемчуг который у меня есть во всех размерах если его куда-то добавляешь вот этот цвет он прям очень выстреливает красиво получается сочетание по цвету также один из моих любимых замков здесь стоит очень легко он раскрывается вот красивый красивый удобный в общем-то крупный браслет еще хочу вам показать украшение с аметистом я в telegram написала что красавица метист вы посмотрите какие красивые пейзажные бусины аметиста какие они крупные размер бусин тут до 15 миллиметров 14-15 миллиметров просто крупные прикрупные бусы и такой же браслет посмотрите что это за красота это просто сумасшедшего качества камень и я люблю я люблю украшения когда хороший камень и больше нет ничего вот мы взяли просто камень и поставили замок чтобы не отвлекать внимание вот от этой вот красоты так еще по поводу смотрите украшение длинная она наверное сантиметров семьдесят сейчас точно я не буду мерить это не столь важно и крупные бусины до 15 миллиметров за только они чуть-чуть идут мельче но незначительно украшение конечно же тяжелая это же камень и часто пишут что это очень тяжело но вот кому-то тяжело а кому-то еще такие же можно и все будет хорошо вообще если еще говорить про вот человек покупает как хранить украшения украшения надо хранить очень бережно до носить и хранить бережно я все свои украшения посылаю в коробках чтобы их можно было так и хранить чтобы камень не пылился не выцветал многие камни не любят солнечного света это не значит что их нельзя носить в хорошую солнечную погоду конечно же нет просто чтобы они не лежали на свету годами да мы положим на окно розовый кварц и он нас просто выцветит поэтому лучше хранить их в каком-то темном месте пускай это коробка или комод чтобы тросик не переламывался это обязательно условия надо чтобы были всегда вот такие вот плавные линии чтобы он не перетирался конечно нельзя дергать тросик потому что тросик закреплен только в этом и в этом месте да если мы сильно дернем мы можем выдернуть это крепление ну и еще часто мне говорят что сделайте побольше браслет я люблю повыше его натянуть вот если браслет сделан на ювелирном тросике натянуть его категорически нельзя он должен лежать в свободном падении может по руке у вас ходить туда-сюда да но натягивать его нельзя вы будете просто выдергивать крепление да и у вас просто браслет рассыпется вот если вы хотите носить повыше натянуть это надо покупать браслеты на резинке которые тоже время от времени могут развязаться лопнуть протереться в общем все равно ничего вечного нет но надо стараться как можно аккуратнее ко всему такому относиться и тогда украшения прослужат долго и будут оставаться красивыми чистыми яркими ну и закончу я свой рассказ авторскими кулонами которые я периодически делаю я очень люблю это занятие когда ты что-то сочиняешь и это все не очень быстро вот такой вот кулон с лабрадором будет просто чокер тоже граненый просто очень большой камень что вот этот обшитый кулон он около 10 сантиметров конечно он будет как чокер лежать над грудью и какие-то бусины возможно даже лабрадора может не лабрадора посмотрю что посочиняю и сделаю вот такой вот авторское украшение еще у меня есть вот такой вот кулон здесь уже в центре лунный камень и дальше пошли обшиты какие-то бусинки какая-то форма изобретена и кисть сделано вот здесь бусинки 2 миллиметра в кисти вот я делать кисти люблю у меня есть мастер-классы как делаются кисти но это очень не быстрая очень кропотливая работа далеко не каждый сможет сделать кисть потому что это но это реально сложная работа только для усидчивого и аккуратного человека если говорим мы про кисти кисти конечно бывают разные да на разное количество нитей вот вот это у меня прям такая пышная пышная тяжелая кисть относительно все конечно относительно очень крупная тяжелая кисть здесь тоже жемчуг майорка вот и она уже просто в одном цвете я скорее всего сделаю ситуар с этой кистью где будет просто тоже жемчуг еще одна кисть у меня есть где добавлено шпинель темно-синие под сапфир и возможно я сделаю тоже сатуар жемчугом натуральном и добавлю бусинки сапфира или той же шпинели посмотрю чтобы получилось красивое украшение я очень люблю смотреть когда кто-то показывает что он придумал что он сделал потому что каждая придумка вот почему интересно делать вот эти авторские украшения потому что ты на каждом моменте можешь свернуть вправо влево и свое видение как тебе кажется красивым донести разделят уже это видение или не разделят это уже другой вопрос кому-то это надо а кому-то может быть и не надо просто сам процесс очень интересен так и еще вот такой вот у меня есть кулон здесь уже просто нарочито длинная кисть нарочито все все нити такие пластичные все идеально ровные нигде ни одной ошибки нету вот здесь на центральном месте уже не камень а я использовала кабошон который обтягивала бархатом потому что мне хотелось это все привязать вот к этой шапочки такой турмалинового цвета малинового и здесь также есть не очень хорошо при этом освещение виден этот бисер но он тоже малинового цвета то есть одно с другим сошлось что будет у меня в бусах пока не знаю меня много таких кулонов я еще столько же бы нашла бы вот но а это все лежит и ждет своей очереди дело не в том чтобы сделать быстро а дело в том чтобы сделать лучший вариант да и на это надо время вдохновения вот обязательно будут какие-то новые авторские украшения на этом я хочу попрощаться с вами спасибо большое что пишите мне такие хорошие комментарии про качество канала мне кажется очень много говорят комментарии которые написаны под видео спасибо большое что не ждете ответы на них я делаю украшения показываю их вам а вы мои зрители мои почитатели или критики оцениваете их и пишите это своих комментариях я вам за это очень очень благодарна на сегодня я буду прощаться с вами не забудьте мне поставить лайк до свидания всем всего доброго